Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Откройте со мной, пожалуйста, Иисуса Навина 1.8. Бог показал мне кое-что по поводу этого Местописания, и мы посвятим какое-то время тому, чтобы основательно им заняться. Аминь. Пока вы открываете, я хотела бы поделиться с вами тем, что со мной однажды произошло. Но я была разочарована в себе не из-за каких-то неправильных дел, а из-за того, что я не делала. Это так называемый грех упущения или грех бездействия. Когда вы что-то правильное не делаете. Вы не живете греховной, неправильной жизнью. Просто не делаете то, что следовало бы, что должно, хотя знаете, что это нужно делать. И я говорила об этом с Богом и раскаивалась. «Ой, я должна была сделать это. Мне следовало сделать то. Могла бы сделать это лучше. Надо было больше делать вот это». Потом я поднялась, села и принялась читать книгу. И пока я читала книгу, я почувствовала побуждение встать на колени. Я так и сделала, и как только мои колени коснулись пола, передо мной встал Иисус. И Он мне сказал, «Ты терпела неудачи много-много раз». И я подумала, «Как же я рада, что я первая об этом заговорила». Если Богу пришлось заговорить первым, наверняка неприятности у вас не за горами. Потому что Бог помогает тем, кто признает и сознается. Бог приходит на помощь к ним, а не к тем, кто притворяется, «У меня все в порядке, все у меня как надо, я хожу в церковь, людей не замечают, что я делаю в пятницу вечером». Вот от такого поведения нужно держаться подальше. Всегда будьте с Богом честны. И я не говорю о том, чтобы придираться к себе и попадать под осуждение. Я говорю о том, чтобы трезво подходить к своей ситуации, к своей духовной жизни. Так? Итак, Он сказал мне, «Ты терпела неудачи много-много раз». Но я так благодарна, что Он на этом не остановился. Он сказал, «Ты терпела неудачи много-много раз», но потом добавил, «Но я никогда». Что Он сделал? Он немедленно сместил мой фокус с меня на Него. Если мы продолжим смотреть на себя, мы постоянно будем видеть неудачи. Я говорю о нас с нашими собственными способностями, нас с нашими земными способностями, нас, пытающихся что-то сделать своими силами. Но Он показал мне, куда лучше смотреть. Он сказал, «Но я никогда не терпел неудач». Другими словами, Он показывает, что мы не станем эффективнее или успешнее, разглядывая то, что мы делаем не так. Мы станем успешными, смотря на того, кто преуспел. Итак, Он сказал, «Ты терпела неудачи много-много раз, но я никогда». Он показал, «Не сосредотачивайся на первой половине того, что я сказал. Сосредоточься на второй половине, на том, что я никогда не терпел неудач». И после этого Он добавил, «Так что, мой успех я разделил с тобой». Аминь. То есть, вам не нужно продолжать терпеть неудачи. Вам не нужно продолжать оставаться позади. Он нам предлагает путь к успеху. Кто из вас знает, что Бог никогда и ни в чем не терпел неудач? Знаете ли вы, что мы созданы по Его образу? Это значит, что не только Он преуспел во всем, но мы должны разделить Его успех. И именно об этом говорил Иисус. Суть не в том, чтобы идти и строить свой собственный успех, а в том, чтобы войти в Его успех. Как же нам войти в Его успех? Ну, во-первых, делать то, что делал Он. Следовать примеру успеха, который Он оставил для нас. Помните, Иисус сказал, «Научитесь от Меня». Он сказал, «Иго, Мое благо, и бремя Мое легко, помните?» И сказал, «Научитесь от Меня». Другими словами, «Научитесь тому, как это делал Я». «Научитесь тому, как жил Я». «Делайте то, что делал Я». Итак, как нам разделить Его успех? «Научиться тому, что делал Он». «Делать то, что делал Он». Аминь. Вы скажете, «Как же я смогу?» «Сможете, потому что мы созданы в Нем, мы одно с Ним, Его способностью в нас, а не земными человеческими способностями». Земные человеческие способности всегда приведут вас к провалу в духовных вещах. Потому что естественных способностей недостаточно, чтобы воспользоваться духовными возможностями. Аминь. Потому для меня так драгоценно, что Он сказал, «Так что мой успех я разделил с тобой». Если кто-то говорит, «Вот моя порция, я хочу разделить ее с тобой», это значит, бери сколько захочешь. Так? У меня сейчас нет времени открывать это местописание, но помните, когда Иисус размножил хлебы и рыбу. Хлебы и рыбу. Ученики раздавали людям еду, и в одном из Евангелий сказано так, «Они брали, сколько кто хотел». То есть, обеспечение умножалось, а не истощалось при том, что его брали. Чем больше люди брали, тем больше оно умножалось. Никто не говорил, «Эй, ты берешь слишком много, другим не достанется». Оно умножалось по мере того, как люди брали. И они получали ровно столько, сколько брали. Иисус говорит нам, «Я предлагаю вам мой успех, и наше дело взять его. У нас будет ровно столько успеха, сколько мы возьмем». Аминь. У него не закончится успех, потому что кто-то взял вашу порцию. Нет предела той мере, которую он нам предлагает. Аминь. Так что берите свою порцию и просто продолжайте брать и брать и брать и брать. Аминь. Итак, когда Иисус сказал, «Мой успех я разделил с тобой», кто из вас знает, что Он имел в виду Божье определение успеха, а не человеческое определение успеха? Потому что то, что человек называет успехом, никак не связано с Божественным определением успеха. Аминь. Итак, Он сказал, что разделил свой успех с нами. Он сказал, «Мой успех я разделил с вами». Это величайший поток успеха, в котором может участвовать человек. И Он наш. Нужно только взять. Аминь. Вы скажете, «Как же нам Его взять?» Во-первых, как я уже говорила, изучать, что делал Иисус и делать то, что делал Он. Аминь. Но еще я бы хотела сегодня утром рассмотреть, что произошло в первой главе Иисуса Навина. Бог говорит с Иисусом Навином об уходе Моисея. Моисей только что ушел. А теперь подумайте. Иисус Навин был вторым человеком более сорока лет. Он служил Мужу Божьему, служил своему лидеру верно. И, несомненно, Он любил свое место. Он любил этого человека. Невозможно преданно служить кому-то, не любя. Любите не только свою компанию, любите начальника. Будьте заинтересованы в человеке, а не просто в компании, которую Он представляет. Любите не только церковь, любите пастора. Вы понимаете, о чем я говорю? Не просто любите свою семью, любите главу семьи. Аминь. Любите тех, кто в семье. И мы понимаем, что Иисус Навин любил этого Мужа Божьего. Он служил Ему верно более сорока лет. И из-за взаимоотношений с Моисеем, Иисус Навин познал Бога так, как он никогда бы не познал Его-нибудь в его жизни Моисея. Бывало, Моисей входил в присутствие Бога и там пребывал. И когда Моисей уже возвращался, а слава все еще оставалась, написано, что Иисус Навин не отлучался. Иисус Навин оставался даже после того, как Муж Божий уходил. Почему? Потому что Муж Божий привел его в это общение. И он сказал, я отсюда не отлучусь. Аминь. Слава не приходила туда ради Иисуса Навина. Она приходила, потому что Бог разговаривал с Моисеем. Но Иисусу Навину удалось в нее войти, потому что Он любил Мужа Божьего и почитал его. И Бог не прогнал его, потому что он правильно относился к Мужу Божьему. И вот, этот чудесный человек служил более 40 лет на второй позиции. Есть определенный менталитет, когда кому-то служишь. Нужен правильный менталитет. Что же это за менталитет? Что дело не в тебе? Если вы хотите продвигать себя, у вас не получится кому-либо служить. Все, что вас интересует, все, что вы делаете, должно крутиться вокруг того, кому вы служите. И именно таким был Иисус Навин. Он не пытался урвать себе выгодное местечко. Занять стратегическое положение. И наладить связи. Духовные связи. Нет такой вещи, как духовный блат. Это все плотское. Аминь. Бог поставит вас рядом с какими-то людьми, но не с учетом ваших мотивов, а с учетом Его намерений. Итак, у Иисуса Навина был менталитет второго человека. А у второго менталитет таков. Твой успех – это мой успех. Для меня преуспеть – значит увидеть, как преуспеваешь ты. Суть не в том, чтобы я был первым. И если вы слушаете учения о лидерстве, вот что такое лидерство – быть верным. Лидерство не значит «все будет по-моему, и все будут следовать за мной по пятам». Аминь. Лидерство – это научиться служить. Итак, Иисус Навин служил этому человеку верно сорок лет. И представьте себе, его не стало. Моисей ушел со сцены. И Иисус Навин оказался на пороге великих перемен, потому что теперь человека, которому он так долго был верен, больше не было рядом. И он оказался в роли, ранее принадлежавшей Моисею. Задумайтесь. Несомненно, он Моисеем восхищался, служил ему и хорошо осознавал собственную несостоятельность, собственные недостатки, слабости. И наверняка у него проскальзывала мысль – я никогда не смогу с ним сравниться. Я никогда не смогу сравниться с Моисеем. «Если уж Моисею не удалось ввести народ, кто я такой, чтобы у меня это получилось?» Так? Ему наверняка пришлось столкнуться с такими мыслями. И когда Бог начал работать с ним как с новым лидером, перенявшим позицию Моисея, пришлось заняться изменением не только народа, но и самого Иисуса Навина. Потому что Иисус Навин больше не был вторым человеком, а невозможно быть лидером смышлением второго человека. Аминь. То есть ему нужно было подняться выше в своем мышлении. На нем теперь лежала другая ответственность. Аминь. Так что ему нужно было совершить переход. А это не происходит в одночасье. Вы скажете, я не совсем понимаю. Ваша жизнь полна переходов. Ваша жизнь полна преобразований. Вы были сыном или дочерью. Потом вы стали подростком. Этот переход был ухабистым для некоторых, не так ли? Потом вы стали взрослыми. И все это время вы были несемейными. И у вас было мышление холостого человека. Потом те, кто вступил в брак, мучились первые несколько лет. Почему? Потому что не совершили переход к мышлению семейного человека. Они все еще за собой тащили мышление одиночки. Все дело во мне. Важно, что хочу я, что хорошо для меня. Ты меня не замечаешь. Я мне меня. Я мне меня. Отсюда и берутся проблемы в браке. Люди не совершили переход в своем мышлении. Вы больше не одиночка. Теперь важны не вы, а в первую очередь важен другой человек. Аминь. Потом вы переходите в следующую стадию жизни. Становитесь родителями. И появляется кто-то, кто не платит по счетам, никак не трудится для семьи, а с вас требует каждую секунду вашего дня. Вот что такое быть родителем. Так? И это еще один переход, который необходимо совершить в своем понимании, в своем мышлении, чтобы преуспеть. Жизнь полна переходов. И Иисус Навин столкнулся с одним из таких переходов. И во время перехода любит заявляться враг. Потому что это время наибольшей уязвимости. Ведь вы переходите, делаете шаг из одного этапа в другой. И в это время можно оступиться, если не быть осторожным. Итак, Бог подхватил Иисуса Навина в это критическое время перехода, когда Он делал шаг из служения в лидерство. И Ему нужно было правильно перейти, правильно мыслить, чтобы Он мог успешно вести за собой народ. Аминь. Подумайте, какое собрание досталось Иисусу Навину? Ему выпало второе поколение народа, избавленного из Египта. Первое поколение состояло из недовольных, жалующихся, ропщущих людей. Каждый раз, когда что-то было не так, как им хотелось, они ополчались против своего лидера. Они поливали его грязью. Таким было первое поколение. Это были разочарованные люди. Первое поколение так и не вошло в землю. Они были выведены, но так и не вошли. Бог не выводил их с намерением не ввести. Бог их вывел ради того, чтобы ввести. В чем же было дело? Он хотел превратить их из рабов, у которых ничего не было, в землевладельцев. Они теперь были свободной нацией. Они не арендовали ничего, не были рабами, они были владельцами. Но что случилось? Они отказались пойти. Они не выполнили инструкции. Они позволили своему старому мышлению их остановить. Первому поколению нужно было совершить огромный переход. Какой? Переход от мышления раба к мышлению землевладельца, к мышлению свободного человека, к основанию собственной нации. И они так и не совершили этот переход в своей умственной жизни. И из-за того, что они так и не изменили свое мышление, их вера не была под стать поставленной задачи. Аминь. Они взяли рабское мышление с собой в землю свободы. Они уже были свободны, но у них все еще был менталитет рабов. Вы скажете, ну, тем хуже для них. Позвольте сказать, вы новое творение во Христе, и многие христиане позволяют тому, в чем они жили прежде, своим прежним стандартом, своим бывшим ограничением, не дать им войти и жить жизнью изобилия. Древнее прошло, теперь все новое. Так начните так мыслить. Мы должны мыслить категориями того, куда мы направляемся, и перестать думать о том, где мы были прежде, и откуда мы были выведены, и не позволить этому направлять наши будущие шаги. А они как раз сохранили язык рабов в земле свободы. Что делают рабы? Они жалуются, ропщут, несомненно, ведь с ними плохо обращаются, над ними издеваются, к ним не относятся правильно, поэтому так легко начать жаловаться, так? Но вот, они уже в земле свободы, а жалобы не оставили позади, они просто перенаправили их на Моисея, перенаправили на Бога. Они обвиняли Бога и Моисея в том, что они о них не заботятся. Тогда как Бог говорил им, «Я приготовил вам землю, просто придите, просто придите». Но невозможно войти в то, что есть у Бога, с жалобами, ропотом, придирками на устах. Так вы туда не войдете. Если в нашей жизни не произошел переход, вопрос, перешло ли наше мышление. Аминь. Их тела вышли из Египта, но их мышление осталось там. При каждой трудности они говорили, «Лучше бы мы остались в Египте». Они забыли, каково было в Египте. Я вам скажу, Бог так много нам предлагает, но нам нужно перевести свое мышление в то, что Он нам предлагает. Итак, это первое поколение было избавлено из Египта, и, выйдя из него, они в конечном итоге 40 лет провели в неправильном месте. Подумайте, насколько печальна жизнь, когда вы в неправильном месте. 40 лет. То есть вы не в своей тарелке. Вы когда-то снимали дом, он вам вроде и нравится, но он не ваш. Это прямо чувствуется, когда что-то не ваше, вы не вписываетесь. Они 40 лет жили не в своей тарелке. Почему? Не потому, что ничто другое не ждало их впереди, а потому, что они не смогли оставить свое прошлое мышление. Подумайте о том, как они вышли из Египта, и Морган уже об этом говорила, с Божьим здоровьем. Они помазали кровью косяки дверей. Они съели агнца в пасхальную ночь. Помните? И Библия говорит, когда они вышли из Египта, не было среди них болящего. Задумайтесь. Это были рабы. Над их телами издевались. Их ставили ни во что. О них не заботились. Никому не было дела до того, что они заболели или у них вывих. Это никого не волновало. И когда Бог их избавил, Он все это исправил. Исправил. Исцелил их. Почему? Чтобы у них не осталось и следа прошлого в теле. Какие еще следы рабства у них были? Не только разбитые тела, которые Бог исцелил. Никого не везли на телеге. Их не взвалили на каталке и не усадили с торчащими вперед ногами в кресло, потому что они калеки. Нет, нет, нет. Все выходили здоровыми. Каждый молодой человек, все люди среднего возраста, все пожилые выходили здоровыми. Но Он не только привел в порядок их тела во время избавления. Он сказал, «Идите, выпросите у ваших соседей серебро и золото». Итак, Бог дал им благоволение, и им отдали все серебро и золото. Они вышли здоровыми и вышли богатыми. Вы понимаете? Все изменилось. Все изменилось. Но заметьте, Бог отправил их в такое место, где они не могли потратить ни копейки. Они должны были пройти сквозь пустыню, а не разбить там лагерь. Пройти ее насквозь. Почему? Он хотел научить их. Вы отправляетесь в такой путь, в котором деньги вам не помогут. У вас есть все нужные деньги, но вам следует понять, что деньги вас в землю не введут. Многие люди думают, «Если бы только у меня были деньги, моя жизнь изменилась бы». Деньги никогда вас не введут в то, что Бог вам предназначил. Деньги никогда вас туда не введут. Аминь. Оставьте это старое мышление. Деньги сопровождают тех, кто движется вперед. По плану Божьему. Аминь. Итак, вот такое собрание досталось Моисею. Они вышли здоровыми, они вышли богатыми, но мышление у них осталось прежним, и их речь осталась прежней. Итак, первое, над чем Бог работает, говоря с Иисусом Навином, это его мышление. Я не говорю, что у него было неправильное мышление, но у него было мышление второго человека, как и должно было быть. Но теперь требовалось новое мышление. И то поколение, пастором которого стал Иисус Навин, было воспитано первым поколением. Подумайте об этом. Они были воспитаны недовольными людьми. Они слышали жалобы, ропот. Они слышали разговоры против лидеров. Они были воспитаны родителями, которые так ничего и не достигли. Они были воспитаны родителями, у которых не было веры, чтобы сделать то, что Бог сказал им сделать. И вот Иисусу Навину досталось собрание, воспитанное непослушными людьми, воспитанное бунтарями, а ему нужно ввести их в землю. Слава Господу! Задача выглядела неподъемной. Громадная задача легла на плечи будущего лидера. Это выглядело устрашающе. Но знайте, что даже в таких условиях Бог сделал свой успех очень простым. В одном стихе Он сказал Иисусу Навину, как изменить 40 лет неуспеха, 40 лет бунта, 40 лет жалоб, 40 лет ворчания, 40 лет, за которые они так и не вошли в землю. Аминь. Бог сказал ему об этом в одном стихе. Знаете, ваша ситуация может выглядеть сложной, запутанной, но требуется всего один стих, один стих, один стих, один стих. Мы смотрим на свои ситуации и обстоятельства, и иногда на наш взгляд они выглядят запутанными, иногда на наш взгляд они выглядят неразрешимыми, и непонятно, как с ними справиться. Но то, что сложно для нас настолько легко в Божьем плане, у Него всегда есть план, и этот план простой. Аминь. Итак, мы видим, как Бог одним стихом может преобразовать 40 лет сомнений, 40 лет бунта, 40 лет расприй, 40 лет неверия и неуспеха. Мы бы подумали, что потребуется тома, что Иисусу Навину потребуется тома, указание о том, что Ему нужно делать, чтобы это исправить. А Бог дает Ему один стих, один стих. Почему бы нам его не прочитать? Иисуса Навина 1,8. Здесь сказано, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Заметьте, здесь сказано, «Тогда ты будешь поступать благоразумно». Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Заметьте, Бог не упомянут в вашем преуспевании. Заметьте, дьявол не упомянут как тот, кто сдерживает ваше преуспевание. В этом стихе слово упоминается три раза, а человек упоминается пять раз. Что это значит? Наш успех зависит от того, что человек делает со словом. Аминь. Наш успех связан с тем, что мы делаем со словом. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на два слова в этом стихе. «Сия книга». «Сия книга». Не ваш интеллект, не ваше образование. Я не принижаю образование. Образование важно, но оно никогда не введет вас в Божий успех. В Божий план успеха для нашей жизни. Нас приведет его книга. Эта книга, это слово. Что это значит? Нам следует уважать и почитать эту книгу. Не ценя его слово, мы не сможем иметь успех с ним связанный. Мы должны ценить слово. Помните, прежде чем Моисей ушел домой Господу, он возложил руки на Иисуса Навина. И тот был наделен духом мудрости. Заметьте, когда Бог говорил с Иисусом Навином, Он этого даже не упомянул. Важно ли это? Конечно. Хорошо, что на нем был дух мудрости, но дух мудрости не заменит слово. Кто бы не возложил на вас руки? Некоторые люди носятся и пытаются добиться, чтобы тот или иной человек возложил на них руки. Это никогда не заменит тот успех, который возможно найти только в слове. Людям нравится посещать много разных собраний. Посещать служение хорошо. Хорошо быть рядом с людьми, служащими на передовой. Это хорошо. Но я хочу, чтобы вы поняли, что ваш успех не связан с этим. Ваш успех связан со словом. Этот стих начинается с книги и заканчивается вашим успехом. Книга, ваш успех. Книга, ваш успех. Аминь. То, что мы делаем со словом, определит, войдем ли мы в Божью полноту для нас. Аминь. Аллилуйя. Я сказала Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.